МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гомельская средняя школа номер 55 раскрыта. С той идеей для Беларуси у Гомеля вызначали лепшие молодежные стартапы. Раскоши минулой эпохи и суперсучастные технологии. После реконструкции открылась маленькая зала кинотеатра имя Калинина. А зараз об этом иншим больше потребностям. У Гомеля на полную могутность вышло новое предприемство, что год на им будут выраблять до 180 миллионов шклянных выработок. Зараз эта продукция запотребована как на внутреннем, так и на внешнем рынках. С мягчимостью вытворчасти ознайомились наши корреспонденты. Неколь в этом доме находилась вытворчасть у зористых шкла. По темных площах вырабляла бутыльки суместное предприемство. На жаль, тогда конкуренция на рынке шкловырабов оказалась не самым сприяльной. ИСП обанкрутилась. Прикладные четыре годы тому площадь передали акционерному товариству «Гомель Агрокомплект». Новая вытворчность для предприемства, которое специализуется на сельско-господарчем обсталевании, оказалась непрофильной, а лишь раз показал, что это было правильное решение. По-разному слаживалась ситуация. Но еще раз повторю, благодаря партнерским отношениям с компанией «Веда Транзит» нам удалось его запустить, отремонтировать. И на сегодняшний день, не побоюсь сказать, это самое современное предприятие в Беларуси по выпуску стеклотары. Об затеканности Беларуси у новой вытворчности можно мерковать по такой лижбе. Сегодня практически полова шкловырабов, что выкористовывается в Украине, импорт. Гомельский завод да поможет снизить эту залежность. Тем более, что его возможности позволяют выработать бутыльки для молочной продукции и шклянки для детского харчевания. Сейчас это на 100% экспортуемая продукция. Максимум при 4 года укладенные в реконструкцию сроки должны окупиться. Самый лучший упаковочный материал, экологически чистый, это стеклянная тара. Его категорически не хватает в Европе, в России и в Беларуси. В Беларуси производят стеклянные тары примерно 300 миллионов бутылок в год. Потребность примерно 700 миллионов бутылок в год. Ну и естественно и банок для консервной отрасли. Поэтому разговаривать о том, достаточен объем или недостаточно, даже неуместно. Надо еще два таких, три завода, чтобы только Беларусь могла решить вопрос импортозамещения тары. Одночасово, каля третий вырыбленного будет накероваться на экспорт. Валютные поступления для экономики краины так само мают неопошнее значение. Европейский рынок тем больше перспективный, что с наступного года на им уводится полная заборона на выкористание пластиковой тары. Олег Сентюру, Вольга Коновалова, Александр Харламп, телерадиокампания «Гомель». С 1 лютого изменились критерии, по яких становища детей могут признать социально небеспечным. Отповедное положение затержено постановой Совета Министров. В этой теме была присвечена видеонарада, якая пройшла под керавництвом наместника старшини гомельского обловы канкама Владимира Прывалова. Документ регламентуя парадок выявления детей, якие знаходятся у социально небеспечным становища, проведение социального расследования и принятие решения об тем, что дети мают потребу у супроводжении. Колькость критериев и показчиков социально небеспечного становища скоротилась и приведена у ответственность с кодексом обшлюбе и семьи. Сяроды головных, невыконанное батьками основных житевых потребов детяти. Это, например, покидание безъезжей, перешкода отримания базовой эдукации, систематичное невыконанное медицинских рекомендаций, что погрожает житию альбо здоровью детяти. Всюдой же относится на незабеспечение батьками нагляду за поводинами детяти, с причины чего сын альбо дочка здесьняют правопорушения. Критерием так само будет лечиться ведение батьками аморального ладу життя, злоуживание своими правами, жорсткое выходжение с детями. Отныне принятие решения об отобрании детей сейчас будет принимать не педсовет и не совет профилактики по безнадзорности и правонарушения детей при школе, а эту функцию будет выполнять координационный совет при районных исполнительных комитетах, что позволит избежать, конечно, субъективизм. Второй большой плюс это в том, что это постановление Совета Министров, а это значит контроль, а не Министерство образования, контроль за осуществлением данной деятельности будет осуществляться на самом высоком уровне и, конечно же, через районные исполнительные комитеты. Летость у Гомельской области социально небеспечным признана становишься мальча трех тысяч восьмисот детей. Установлены особы, которые поведомили об лживом минировании Гомельской школы номер 55. Нагадаем, несколько дней тому в милицию поступила информация, что неведомо покинул на сайте в учебной установе поведомление об минировании. В погрозе прохудшало обязанное, что механизм будет проведен в день, когда ученики отримают отмолвные отзнаки по выниках контрольной работы. Спецслужбы эвакуировали больше как 100 человек, однако в вынику проверки с допомогой службового собаки выбуховых приладов не выявили. Оперативникам криминального вышуку Управления внутренних справ Гомельского облаконкама удалось в самые короткие термины установить особы жертвовников. Это несколько учащихся вышеуказанной школы. Подростки на момент размещения ложной информации находились вместе и, не задумываясь о последствиях, решили пошутить. Они предприняли меры для того, чтобы оставаться анонимными в сети интернет. Но оперативники подразделения по раскрытию преступления в сфере высоких технологий нашли возможность вывести их из тени. Милиция попереджевая. Загадя и лживое поведомление об подрыхтовце выбуху, подпаля те инших дейнях, які створать небезпеку для життя и здоровья людей, караеца штрафом або арыштам, те обмежеванием воли на термин до трех годов, те увогуле позбавлением воли на термин до пяти годов. Тое ж дейня, учиненное полторно, або группой особ по попередней змове, приведе до обмежевания воли на термин до пяти годов, а льву позбавлением воли на термин от трех до семи годов. То мороз, то одлига. Зменилась и надворья, и резко пагоршилась и обстановка на водоемах Хомельской в области. Специалисты закликают быть еще больше стерожными, як подчас зимовой рыбалки, так и при любым выходе на покрытые льдом водоемы. Марина Джалая с подробязностями. Больше высокая температура поветра, отталые воды, туман, опадки, и лед становится меньше тревалым. Дарыши на большей стерек в области ледовое покрытие в вогле не сформировалось. Выходно таки лед небезпечный для життя. Крыху больше тревалы на закрытых водоемах, озерах и затоках. Тут ягота ушиня находится у межах от нуля до 30 сантиметров. А леза опадков и гэтый лед становится небезпечным, рыхлым и пористым. И он может не вытремать ваги человека. В таких погодных условиях, конечно, лучше воздержаться от выхода на лед, ну, прежде всего, любителям рыбной ловли. Потому что они выходят на лед при любой погоде зачастую, не обеспечивая свою личную безопасность. С началом ледостава в республике утонуло при передвижении и рыбной ловле 8 человек. Из них один несовершеннолетний. Это случай, который произошел в прошлом году, 30 ноября, в городе Добрыши, когда утонул несовершеннолетний при передвижении и играх на льду. В этом году в республике утонул один человек – рыбак. Вот такие брошюры захопила с собой на встречу с журналистами. Офицейный представник управления Министерства по надзвичайных ситуациях по Гомельской области Мария Клязович. Эти листы призначены для детей, но есть их об небеспеции зимовых забав. Малявниче доступно выразно у их тлумашатся основные правила, поводина у экстренных ситуациях. Попереджение об небеспеции выходу на лед. Профилактичную работу с неполнолетними проводят круглый год многие службы. Линия лишним будет и батькам, как могат шестей нагадывать правила беспечных життя своим детям. Чтобы обезопасить своих детей в зимнее время, родителям, безусловно, нужно позаботиться о том, чтобы досуг ребенка был организован верно. И вместе с ребенком, осмотрев радиус так называемой безопасности, пройтись и изучить возможные опасные места, которые ребенка окружают, ну, допустим, по пути со школы домой. И пройдя эти места вместе с ребенком, объяснить, чем они опасны и как себя вести при попадании в ту или иную ситуацию. Если мы говорим про зимние водоемы, то обязательно ребенку нужно объяснить, что на водоемах ребенку не место играть. И тем более, когда идут туда сверстники, обязательно нужно остановить их и рассказать, чем это чревато. И еще один актуальный для детей и дорослых напомин. Знову же за смены на дворе асфальты, пешеходные дорожки стали вельми слизкими. Травму отримать на такой дорозе вельми просто. Лепш наимгнение спозниться, выконать свои справы, чем поспеть у травматологию. Марина Джалая, Валерия Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». Первый воротовальник в городе. Квест Гульню под такой назвой провели работники Гомельского областного управления МНС совместно с городским отделом по надзвучайных ситуациях. Мероприемство прошло в межах первого этапа республиканской акции «Безпека у кожный дом». Мета – навучение людей основам безопасности и жизнедеянности и дейнему выпадку надзвучайной ситуации. У Квест Гульни приняли удел 4 команды по 5 человек. Гэта пожилые люди, якие найбольш часто становятся аквярами надзвучайных ситуаций. Каб дайсти до финишу, им треба було передолять 7 этапов. Наприклад, выклик экстренных службов, где команда павинна была вырошить ребус, затем правильно выкликать службу вратаванне. И еще один этап – пожар. Удельники рассказали, як правильно справиться с огнем, калі почау искрыть электропрыбор. По завершении Квест Гульни были подведены выники. Усе команды справились с выпробованиями меньше чем за 10 хвилин и отримали корыстные подарунки АДМНС. У Беларуси обрали лепшого лясничого 2018 года. Им стал Виктор Голос з Гомельской в области. Переможца конкурсу працуя у Смятанницким лясництве Петрыковского лясгаса уже 28 годов. Яго огульно-профессийный стаж – 32 годы. Спочатку он перемог на областном узровне, пасля став финалистом республиканского конкурсу. Специальная комиссия администерства лясной господарки оценивала выполнение показчиков деятельности лясництва и развитие туризма. Так само жюри звертала увагу на профессийные якости конкурсантов и стаж працы. Переможца конкурсу отримает диплом Минлясгаса и каштовный подарунок. Новый сезон республиканского конкурса «100 идей для Беларуси» набирая обороты. У Гомеля подвели выники областного этапа. На суд жюри молодь региона представила 31 инновационный проект. Сферы, в которых мог чим реализовать распроцовки, самые разностайные – энергетика, медицина, адукация, транспорт, IT. Подробязности – в сюжете Евгении Кухаронак. За весь час проведения конкурса селета отзначилась самая высокая конкуренция. Среди представленных стартапов тяжко наводь вызначить наибольшь популярный накерунок высокотехнологичная, вытворшая, энергосберегающая, экологичная и социальная. У каждого проекта конкретная мета, а у их распроцовщиков – докладный план деяния. В этом году очень много проектов направлены на энергосбережение. В связи с тем, что Гомельская область – это аграрный регион, есть проекты, которые связаны именно с сельским хозяйством, которые призваны упростить уборку урожая. Также немаловажно, что представлены много социальных проектов, которые призваны воспитать молодежь, то есть показать культуру нашей страны. Цикавость до конкурса растяя с каждым годом. У ДЛУИМГЭТ как минимум махчимость показать свою идею, а как максимум выиграть грант на ее реализацию. Сурен Мартирасян и Яугин Вашенко распроизвали проект «Интернат будущего». Энергию солнечных батарей, размещенных на даху будинка, плануются выкористовывать для зарядки мобильных. 90% проживающих в общежитии ставят на ночь свои телефоны на подзарядку. Панели смогут нас бесплатно снабжать после установки 25 лет электроэнергии. В то же время за 25 лет без солнечных панелей наш колледж потратил бы 28 тысяч рублей на оплату электроэнергии только с одних мобильных телефонов. Финалисты областного этапа конкурса «Стойдай для Беларуси» вызначили у 20 номинациях. Лепшие стартапы региона представят у столицы 27 лютого. Евгения Кухаронак, Игорь Марышченко, телерадио «Компания Гомель». Крыштальные люстры, позалученные дверные ручки и крыслись пледами. Малая зала Гомельского кинотеатра «Имя Каленина» открылась после реконструкции. И она может принять до 150 глядачов. А дякуючи сучасному обсталяванию, ровных в области ее нема. На першем кинопоказе побывала Ганна Коральчук. Вытонченную атмосферу 19-го стагодя передае интерьеру стиле «Ампир». Такий дизайнерский ход для малой зала обраны не выпадково. Будинок кинотеатра «Имя Каленина» – это частка комплексу гостиницы «Совой», побудованный по проекте гомельского архитектора Станислава Шабуневского в 1911 году. А позже 12 годов это помешкание пустовало. Але, дякуючи реконструкции, за 7 месяцев поменяла свое обличчо. Таким чином, с допомогой оформления зала злучила ця перешний минулый час. Многие архитектурные элементы заховалися. Наприклад, оригинальные у выходной и выходной группы. Очень приятно видеть такой интерьер. Он меня поразил. Светлый, современный, который целиком и полностью соответствует кинотеатру такого поколения. И таким конструктивно замечательным залом. С хорошим звуком, с хорошим изображением. Коля у выхода у залу, для наведывальников створили кинобар. А на балконе холла отвели место для музыкантов, якие будут сустракать гостей. Саму кинозалу обсталевали личбовым кинопроектором барка, який подыходит для 3D-фильмов. Акустичная система Dolby Digital Surround створяет иллюзию повного погружения у фильм. Бельгийский серебряный экран передает природную насыщенность колеру, максимальную выразность и яркость. После урочистого перерезания символичной киностушки, гоноровые гости церемонии отправились займать свои места в зале. Современное кинооборудование, экран, кресло удобное, диванная зона, вип-зона. Я думаю, нашим зрителям, нашим киноманам это очень понравится. У нас сегодня очень много гостей, это мои коллеги. И те, которые принимали участие в ремонте этого зала, наш подрядчик. Поэтому, я не знаю, у меня много таких замечательных чувств я испытываю. Открылась кинозал российской премьеры романтичной комедии «Семь вечер». Причем гомельские глядачы увидели эту картину первыми, дая ее офицейного релизу. Эту подарунку год малой родимы сработал российский продюсер, уроженец Гомеля Георгий Малков. И он сам у молодости не раз приходил в этот кинотеатр. Тому был рад, что его фильм первым покажут на новом экране. Кинотеатр Калинина, ГДРовские фильмы про индейцев. Просто штурмом брали залы, была такая история в кинотеатре Калинина. Индийские фильмы. Все было и все именно связано с кинотеатром Калинина. Важно же не только то, как ты смотришь, но и что. Надеюсь, что здесь все совпадет. И то, какой уютный кинозал, и то, какое у нас сегодня классное под настроение кино. Почетно еще и то, что сегодня самый первый публичный показ нашего фильма вообще. То есть мы его только вчера закончили, и вот я сегодня приехал. Зараз на Гомельщине 13 кинотеатров с 19-ти переведены на Личбу. Все лета масштабная реконструкция Чакая кинотеатру Петрикове. Ганна Корольчук, Василий Осипцов, телерадиокомпания «Гомель». Сборная Гомельская в области отправилась у Раубичи на финал республиканских споборництвов сяродзятей и подлетков по биатлоне «Снежный снайпер». В составе делегации 24 спортсмены и 6 тренеров. На урочистых проводах побывал Максим Савин. В зале посаджения у Гомельского был выконка мы собрались и с оправдой лепшие. Кап-трапить у состав сборной в области юнаки и девчаты прошли серьезный отбор. С початку школа, потом районы в область. Команда подобралась амоцная. И это амоц не только у подрихтованности и спортивной мазарте, а и в опыте. Для многих эта поездка на республиканский финал «Снежного снайпера» не першая. Некоторые зведали смак перамок. Я тренировалась долго, и я уже третий год еду. Я выступала на многих соревнованиях, и мне очень нравится, и я хочу продолжать это. Нельзя никогда недооценивать своих противников. Конечно, готовились долго и упорно. Настрой хороший. Я готов на 100%, рассчитываю полностью на свои силы. Надеюсь победить. У сборной Гомельской области спортсмены с четырех районов – Жлобинского, Рогачевского, Ельского и Лоевского. Сам финал с поборницей «Снежный снайпер» пройдет с 8 по 10 лютого. До этого яноки и девчаты примут все дело научно-тренировочным сбором. Кроме того, для их запланована насыщенная забавляльная программа. Это замечательные соревнования, замечательный турнир и очень красивый вид спорта. Самое главное – напутствие, чтобы ребята достойно, прежде всего, область представили, и чтобы получили наслаждение от этого праздника, который они увидят. Обовязковый пункт программы республиканского финала – с встречи с зорками с светлого биатлона. У многих, у этого можно быть выполненным, после разговора с кумирами появится жадание связать свое житие с биатлоном, а у некоторых и оно умацуется. Максим Саин, Игорь Марышенко, телерадиокампания «Гомель». Наступное видео на адрес телерадиокампании «Гомель» дослала наша глядачка. Жанчина зняла на камеру телефона зграю диких качек, якие кожный вечер пролетают в сквер имя Громыки. На протягу месяца у 18 годин птушки сбираются на вечеру у центры города. Чулевые гомельчане кормят их, однако минавито таки клопаты привел до того, что птушки застались зимовать в городе. За подкормку у летку у качек притупляется инстинкт пошуку ежи. Яныне жадают лететь у выра и потом могут загинуть у морозы. Тому городские жихары зимой несут за их отказность. Подкормливать качек можно с божевыми шматками альбо белым хлебом. Як расслумачили нам экологи, у опошних годов зимовка птушек у Гомеля не редкость, а наибольшая домовая и расповсюдженная дикой качкой, якая населяя Сож, лечится Крыжанка. До речи, до 9 лютого протягивается, что годовый зимовый перепис водоплавных, який проводить объединение ахова птушек батьковщины. Для удела у им достатково пройти до ближайшего водоема, подлечить, сколько птушек и яких видов там знаходятся. На сайте громадской организации размещена информация, як обрать место и час для перепису, и правильно заполнить анкету. Дослать ее можно в электронном выгляде на адрес инфособака.птушки.org и удрукованным на адрес объединения ахова птушек батьковщины. Это и атак самые новые новины. Вы можете знать на нашем сайте в интернете по адресу www.tvarkomil.by. На этом выпуск завершен. Добрых вам выходных днем и до новых встреч в эфире!